Платов, дорогие друзья, мы с вами успешно, слава богу, закончили первую книгу Пятикнижей Борисчит. Давайте сейчас сфокусируемся на одном важнейшем уроке, который оставил для нас Йосефа Цадик и Йосефа Праведник. Итак, мы с вами учили, что братья совершили ужасный грех. Великую ошибку продали Йосефа в Египет, продали его в рабство. Конечно, Всевышний это все разрулил, и, конечно, это был план Творца, и, конечно, Йосеф потом поднялся, стал заместителем фараона и спас весь мир практически от голода. Два года был ужасный голод, и Йосеф взял свою семью, Яаков с братьями пришли в Египет и там обосновались. Конечно, Всевышний это все разрулил в правильном направлении, но, тем не менее, братья совершили ужасную ошибку и грех. И Йосеф хотел им это указать на эту ошибку, чтобы они раскаялись и сделали чулу. Что же Йосеф придумал? Он придумывал разные комбинации в диалоге с братьями, разные ситуации, чтобы прийти к тому, что Йосеф, пока они не знают, что это Йосеф, а египетский чиновник пытается забрать Беньямина из семьи, себе в рабство, и он хотел спровоцировать братьев, чтобы они сказали, мы Беньямина не отдадим. Наш отец, старенький отец в Израиле, этого не переживет. Это даже не обсуждается. Беньямин возвращается домой. Хочешь, возьми меня, хочешь, возьми всех, но Беньямина не трогай, отец не переживет. И Йосеф привел братьев к такой ситуации, что они им об этом начали все говорить. И тогда Йосеф им открывается и говорит, я Йосеф, чего же вы, когда меня продавали в рабство, вы не думали про своего отца? И братьям было нечего сказать. Они осознали свою вину и сделали чулу, сделали раскаяние. И так Йосеф пытался всеми этими разными путями указать братьям на их ошибку. И Тора подчеркивает, что когда Йосеф открывается братьям и пытается их увещевать, указать им на ошибку, он приказывает страже уйти, покинуть помещение. Всем египтянам покинуть сейчас, вот я не знаю, царский дворец, дом Йосефа. Все должны покинуть это помещение. Представьте себе, стоят вот братья, сыновья Якова. Они видят какого-то потенциального врага, египетского чиновника, который с ними там разные штуки творил. И сейчас собираются забрать Бениамина. Это была очень опасная ситуация для Йосефа, потому что братья могли на него напасть и его убить. Он враг. Но тем не менее, когда Йосеф открывается братьям и хочет им указать на их ошибку, он приказывает всем покинуть помещение. Он не хотел унижать братьев в присутствии других людей. А, ты же рискуешь жизнью? Сейчас на тебя бросятся эти люди и могут тебя даже убить. Ты же потенциальный враг. Они не знают, что ты их брат. Они думают, что ты египетский чиновник, который хочет сделать ужасную вещь для их семьи. Забрать Бениамина, последнего живого ребенка Рахель. Как же так? Ты же рискуешь своей жизнью. Говорят нам наши мудрецы, что Йосеф был готов рискнуть своей жизнью, но только чтобы не унизить своих братьев, не унизить других людей в присутствии посторонних. Посторонние не должны знать про то, что братья согрешили, что сейчас Йосеф увещевает их, пытается им указать на их ошибку. Все должны покинуть. Нельзя унижать человека, и Йосеф нам показал, даже при угрозе смерти, когда вот может быть, что сейчас на тебя бросятся эти люди, ты хочешь забрать Бениамина, но все равно, говорит нам Йосеф, нельзя никого унижать, даже если под риском твоя собственная жизнь. Вот это вот настоящее отношение к людям. Никого, никогда нельзя обижать и оскорблять. Каждый человек создан по образу и подобию Творца. Как же я могу их унизить перед кем-то другим? Даже что у меня есть сейчас какая-то вот угроза, не какая-то угроза, а у меня есть реальная угроза жизни, я все равно буду их увещевать только один на один, с глазу на глаз, без посторонних вещей. Вот так вот, дорогие друзья, Йосеф оставляет нам на тысячелетия великий-великий урок. Всегда только любить, никогда не оскорблять, никогда не унижать никого, а особенно в присутствии, если есть посторонние люди. Вот это вот величие человека, нельзя его обижать, нужно его только беречь и не дай бог не унижать публично кого-то. Кто кого-то публично унижает? Мудрецы нам говорят, ужасные-ужасные наказания. И Йосеф своим примером показал, что я не буду никого унижать, я должен им рассказать про их ошибку, указать им, что вот смотрите, вы за Бениамина так волнуетесь, что папа не переживет, вот, а где же вы были, когда меня продавали? Я обязан им это указать, но не унижая братьев перед посторонними людьми. Вот такой вот великий урок, что нельзя никогда никого обижать, никого нельзя, особенно публично унижать. Шавуатов, дорогие друзья, дай на бог всегда всех любить, всегда стараться всех прощать, и не дай бог никого не оскорблять, и тем более не унижать публично. Шавуатов, спасибо огромное за внимание.